У меня весь лук мокрый. Надежда Киселева за день проходит не один километр. Нужно обойти несколько десятков домов. Своеобразный марш-бросок для бойца, только вместо автомата за плечом – почтальонская сумка. Нагрузка немаленькая, тем более сейчас, в период карантина. А вы сами попробуйте часами походить по району, а еще побегать по этажам. Как говорится, семь потов сойдет. Заявок у нас очень много. Письма заказные даже не считаем. Все автоматически. Работаем быстро, слаженно. Почтальоном Надежда Киселева работает больше 20 лет. И она очень любит то, чем занимается. Словно участковый знает все, что происходит на округе. Для пожилых людей всегда желанный гость. Правда, сейчас в разгар пандемии коронавируса общение сводится к минимуму. Нужно соблюдать дистанцию, чтобы и себя обезопасить, и адресатам здоровье не подорвать. Ведь каждый контакт может нести риск. Дверь так откроют чуть-чуть, приоткроют. И по-быстрому мы с ними даже в пакет кладем корреспонденцию некоторым. То есть соблюдаем меры предосторожности. Защитная маска и перчатки. Это сейчас обязательный дресс-код. Кроме того, почтальоны обрабатывают руки антисептиком. У каждого свой индивидуальный. Для минимизации риска заражения коронавирусом сотрудники 30 отделений Почты России Бейска получили от фонда депутата Государственной Думы Александра Прокопьева 700 флаконов антисептика. Что касается почтовых отделений, то их не закрыли. В помещение пускают по 2-3 человека. Есть разметка, чтобы люди соблюдали дистанцию. Почта России предпринимает все необходимые меры для защиты своих сотрудников, в том числе и обязательно клиентов. В отделениях связи постоянно проводится проветривание, влажная уборка, дезинфекция. Наши сотрудники обеспечены масками, перчатками, дезинфицирующими средствами для рук. Сотрудники Почты призывают граждан соблюдать режим самоизоляции. Не нужно идти в отделение. Особенно это касается людей старше 65 лет и тех, кто находится в группе риска. Письма, газеты и мелкие посылки вам принесут почтальоны. Оставайтесь дома. Евгений Плохотин, Иван Зяблицкий. День с толком.